Мы слышали представители ОБСЕ на прошлой неделе, и мы считаем, что Совет безопасности должен располагать элементы для оценки всесторонней ситуации. Всё это актуально для выхода из кризиса, который наметился в Минске. Это паритет для всех нас. Важно здесь напомнить, что комплекс мер, согласованный в Минске, посвящает целый пункт гуманитарным вопросам. Мы должны процитировать это. Подписавшие комплекс мер обязуются обеспечить безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи нуждающимся на основе международного механизма. Ситуация с правами человека в Украине продолжила ухудшаться в течение последних месяцев. Как мы отмечали, в Совете безопасности в середине ноября приток из-за рубежа подкрепления в виде вооружений и бойцов, которые поддерживают сепаратистов, подпитывает новую волну насилия, рекомендация которой стал в феврале 2015 года. Как говорит господин Шимонович, приблизительно 6 тысяч человек погибли от этого кризиса, начиная с апреля 2014 года, включая 298 пассажиров рейса молодежьских авиалиний. Гражданское население стало первой жертвой этой эскалации. Хочу отметить бомбардировки, которые продолжались по коридору для эвакуации населения. Тысячи гражданских лиц, как в Дебальцево, оказываются в осаде в зонах конфликта. Кроме того, увеличивается количество нарушений прав человека, используются пытки, суммарные казни, похищения людей. Международные нормы игнорируются всеми сторонами конфликта. Восточные и районные страны, которые контролируются сепаратистами, превратились в зоны, где не действует никакой закон. В этой связи доклад подчеркивает важность того, чтобы виновные в этих преступлениях предстали перед правосудием. В этой связи гуманитарная ситуация требует внимания всех. Наш ответ должен быть скоординированным. Опасное положение населения востока Украины не оправдывает открытое нарушение России и суверенитета Украины, которая направляет так называемые гуманитарные конвои без согласия украинских властей. Мы особенно обеспокоены положением населения Крыма под игом российского канадиста. Благодарю Шимоновичу говорится о отсутствии каких-либо юридической правовой базы, на которой могут опираться городское население, особенно крымские татары, которые подвергаются регулярному нарушению своих основных прав. Подписав на 12 февраля комплекс мер в Минске, возникла новая динамика. Прекращение огня, которое вступило в силу 15 февраля, в целом соблюдается, хотя остается зыбким. В целом снизился накал насилия, имеет место для эскалации на местах. УБСЕ отвечает за проверку отвода вооружений, как предусмотрено пунктом 3 Минского пакета. Но необходимо пошли дальнейшие меры получения гуманитарной ситуации. В этой связи следует отметить два момента. Во-первых, что касается заложников и незаконно удерживаемых лиц. Минский пакет предусматривает принцип «всех на всех». Мы просим Россию не удерживать боль на своей территории лиц, которые удержаны незаконно. В частности, госпожу Надежду Савченко. Ее освобождение стало продолжением серии освобождений с 12 февраля, включая 138 украинских солдат, 52 команданов-сепаратистов, 21 февраля. Во-вторых, необходимо добиться реальных результатов в координации гуманитарной помощи, что предусматривает пункт 7 комплекса мер. Все стороны должны обеспечить и гарантировать доступ к международной гуманитарной помощи во всех районах. Мы приветствуем заявление правительства Украины о создании механизма для обсуждения между представителями Украины и гуманитарного сообщества. Мы поддерживаем предложение Хадид Альвияни, специального представителя в Украине, председателя ОБСЕ, в том, что касается здания рабочей группы по гуманитарным, экономическим вопросам, вопросам о восстановлении. Здесь множество вопросов еще не решено. Это возвращение ВПЛ и беженцев на добровольной основе, восстановление жилья, продовольственная и медицинская помощь, обеспечение гражданских лиц питанием и так далее. Эти усилия необходимо продолжить. Все стороны должны собрать каждый пункт Минского пакета. полный и бесплатный доступ, а также безопасность наблюдателей ОБСЕ, передача информации, в том числе в том, что это подтверждение отвода тяжелых вооружений. Все эти императивы должны соблюдаться. Мы решим то, что Россия будет также добиваться того, чтобы сепаратисты полностью выполняли Минское соглашение. Мы должны реализовать все политические положения Минского соглашения для того, чтобы выйти на полное и мирное урегулирование кризиса. И прогресс возможен, если все стороны проявят к этому готовность. Хочу заверить вас в том, что Франция вместе с другими партнерами по нормандскому формату сделает все возможное для того, чтобы продолжить этот сложный путь к миру. Благодарю вас. Сейчас я вновь беру на себя функции притягателя Совета безопасности. Продолжение следует...